Представители различных диаспор, проживающих в области, общались сегодня сначала в официальной обстановке в правительстве, а затем в неформальном режиме за чашками чая и национальными блюдами. Подтянуть организацию межнациональных фестивалей, систематизировать вопрос с рассылкой пригласительных и чаще информировать о событиях через СМИ. Поговорили на встрече и о поддержке проектов, рассказывающих об особенностях культуры, характера, быта разных национальностей. На субсидию претендовали 20 НКО, но получили поддержку не все. Предоставленные субсидии в этом году восьми некоммерческим организациям по реализации проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в размере 1 351 000 рублей. Среди победителей проекта «Мы живем с семьей единой» мифы и реальность межнациональных браков. После полуторачасового официального разговора участники совета продолжили дискуссию, одновременно вкушая самые вкусные блюда мира. Кухня более десятка стран. Среди них и Ордания, Армения, Азербайджан и первый к дегустации суп «Пити». «Пити» готовится в таком горшочке. Ингредиенты. Это значит баранина, лук, специи, шафран, если нет шафрана, куркума, алыча сушеная и каштан. Изюминка – жижик галнаш. Чеченское национальное блюдо, которое в переводе означает «мясо галушки». Это галушки, мясо и такой бульон, который макает их, ну там чесночный он бывает, макает галушки, вот этот кушает и мясо тоже макает и кушает. Очень вкусно. Это самое исконно чеченское блюдо такое. Этот проект «Вечер кухни народов мира» тоже получил грантовую поддержку. Представители разных национальностей уверены, времена меняются, но за гостеприимным столом всегда сходят на нет все разногласия и недопонимания. Юлия Бабич, Олег Федоров, новости Новгородское областное телевидение.